Он понял, что просто я могу убить кого-нибудь, и, конечно, я все это дело убрал. Насколько я знаю, пардоньте. Именно с этой замечательной комнаты и началась эта эпопея с сигнализацией. Всем привет! Сегодня я обещал вам рассказать о том, как я защищаю свое жилище от незваных гостей. Ну что, погнали? Вперед! Думали, я вас забуду? Поехали, ребятки! Безусловно, никакой необходимости ехать на снегоходе сюда совершенно не было. Машина легко пройдет по такому снегу, тут сантиметров 10 всего лишь осадков. Но, друзья, я так устал этот сезон без снегохода. Это кайф! Я сейчас прокатился буквально 2 километра, но я испытал просто неизгладимые ощущения. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это защита своего дома. И я не буду ничему вас учить и призывать, как обычно, я просто расскажу, как это делал я. В своих видео я уже рассказывал о той ситуации, что к нам приходили гости. Они не столько украли, сколько сделали различных пакостей. Я не знаю, сейчас эти фотографии есть, я, конечно, их приложу, как обычно. Разломали сирену на откатных воротах. Потом разбили, у меня была гидроизоляция, бочка стояла просто в углу, ее просто взяли, короче, и расфигачили об пол. Все, что они видели, они просто разбивали стекла в окна. Нехорошие ребята. По сути, тут хлам был всякий разный у меня дома, но этот хлам насчитали на 17 тысяч рублей. Ну, не об этом сегодня. Они получили сполна, все решилось хорошо. Жаль, что без полиции. Потому что полиция, как всегда, у нас бездействовала. Они через месяц мне прислали, типа, за недостатком улик, короче. Ну, в деревне все решается проще. Ребят нашли своими путями. Когда я приехал, я увидел, что они приготовили еще унести там кое-какой груз. Короче, решил, что вопрос надо решить подло. Я сделал нехорошие вещи, установил их дома. Ну, это были такие ловушки десантника, которые могли бы привести к серьезным травмам этих ребят. Сейчас я вам покажу, если интересно. Позже я думался, понимал, что такими вещами человек может привести к серьезным травмам и к нереальным последствиям. Где-то здесь у меня лежат эти мои экспериментальные изобретения. Но я потом понял, что просто я могу убить кого-нибудь. И, конечно, я все это дело убрал. И сделал лояльную такую, более лояльную вещь. Сейчас я вам покажу самую безобидную из трех сигнализаций, которые у меня установлены на настройке. Итак, друзья, сегодня у нас на обзоре сигнализация Keroi G18. Она умеет передавать показания на ваш телефон, то есть на тот номер, который вы в нее запрограммировали. Я считаю, конечно, сигнализацию эту игрушкой неплохого содержания, неплохой сборки, но не более чем такой развлекухой. Хотя она свои задачи, которые ставлю я для нее на сегодняшний день, она, конечно же, выполняет. Вот видите, как она умеет разговаривать. Кстати, когда будете заказывать, заказывайте, во-первых, русский язык, если вы из России. К ней можно подключать всевозможные модули. Это и пожаробезопасность, это объемные датчики, датчики открывания дверей, видеокамеры. У нее даже есть своя линейка видеокамер. Данный блок очень интересный будет как раз застройщиком. Повешет на ваш строительный объект, если у вас есть электричество. Если у вас нет электричества, можно, конечно, использовать дополнительные источники питания, батарейки. Она, конечно же, не может запитать в себя любые приборы, которые вы захотели, например, температуру котла и так далее, но она может что-то включать и выключать через вот такие сетевые розетки. Пожарный датчик. Обалденная вещь. Сейчас я вам покажу, как он работает на стройке. Мне он понравился. В принципе, я в дальнейшем буду его использовать. Работает от кроны. Крона у меня есть, но сейчас мы втыкать ее не будем. Давайте мы сейчас с вами телепортируемся на стройку, и я с вами проведу полный эксперимент с этим объемником. Так, ребята, сразу скажу, сегодня мы попробуем все способы защиты дома. Давайте сегодня протестируем все. Долгое время у меня стояла пожарная сигнализация на потолке для того, чтобы, ну, в случае пожара, в случае дыма она мне могла сообщить. Никогда раньше я не проверял его в действии. Сегодня специально я заморочился. Кстати, это одна из тех вещей, которая не прижилась. Ну, может быть, потому что у меня сейчас дом бетонный, и она особо-то и не нужна. Но в дальнейшем, конечно же, я буду ее использовать, когда будет здесь тепло. Простой кроны хватает ориентировочно на полгода. Самая поганая часть датчиков этой сигнализации, когда садится батарейка, она начинает невольно срабатывать. То есть вы уезжаете из дома, ставите на сигнализацию объект, и вам через, не сразу, буквально через полчаса, 40 минут, начинает звонить сигнализация и рассказывает, что у вас тревога, у вас, допустим, объемник или там датчик двери, или у вас там пожарка сработала, ты в панике, что делать, звонишь соседям, горит, не горит. Короче, потрепало нервы. Она показывает, что она... Все, она работает, да? Давайте сделаем по уму. Давайте по-человечески зафиксируем ее на потолке и попробуем имитировать дым. Опа! Как же она фиксируется? Вот так, ребята. То, на чем мы надеялись, кому мы верили. Вот, смотрите, прям... О, заморгала. Это, наверное, она работает? Да. Все. Она... Она сработала! Ура! Нам всего лишь пришлось ее закоптить. Ну, все, все. Как тебя выключить? Я понял, понял. Все. Ты победила. О, пришла смска о том, что сработала пожарная сигнализация. Все. Ты будешь тогда здесь стоять и работать на наше благо. Этой штуке я ставлю... Да, блин. Все, 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 все. Я ставлю ее в пятерку. Считаю, что вещь рабочая. Первый раз сейчас с вами попробовал. И хочу сказать, что полезно. Так, новые сообщения. Да. Да. Тревога. Тревога, сработка. Все понятно. Не звонила, потому что я сейчас отключил звонок, поставил смску. Там тоже можно настройку поменять. Это прикольные такие функции. Я буду сегодня перемещаться на стройку. Перемещаться, опять же, сюда на объект, потому что здесь тепло и комфортно. Я могу здесь больше рассказать. Эту тему мы закрыли, и я его убираю подальше. Так, я, честно говоря, считаю, что вещь нужная, но запасайтесь батарейками. То есть, к нему питание подключить 5 вольт невозможно, поэтому придется вам закупаться аккумуляторами. Следующее на обзоре у нас это датчик протечки воды. Вытягивается антенка, вставляется сюда такая незамысловатая батарейка, которая стоит в магазинах у нас 150 рублей. Называется она. Даже не знаю, как она правильно называется. Он 23А 12 вольт. Не знаю, как она правильно. Наверное, так и называется. Вот, берете вы эту батарейку, вставляете сюда, и вот эту штуку вам нужно или приклеить, или положить максимально на пол, чтобы она, вот она на длинном проводе, это приклеиваете к стенке, а эту надо положить прямо на пол в тех местах, где у вас возможна протечка воды. И когда будет протечка, когда сюда попадет хотя бы капля водички, у вас она позвонит на нашу замечательную сигнализацию и скажет о том, что у вас произошла проблема. Кстати, вещь эту рекомендую для тех, у кого уже вода подведена на стройке, например, и вы хотели бы знать, что у вас происходит. Вот этот прибор называется датчик открывания двери. К нему еще идет магнитный геркон, по-моему, геркон называется, насколько я помню. Сюда также вставляется батарейка, также здесь есть датчик этого, ну, если вдруг вандалы вскрыли, да, и он также сработает, сразу же позвонит, если его вдруг решили как-то обезопасить. Ну, хотя я не верю в то, что кто-нибудь может начинать вот это пытаться обезопасить, потому что там все сделается намного проще, не всковыривая сам этот датчик. Вот эту вещь я сразу говорю, что, друзья, я ее выбрасываю в корзину, даже когда я въеду в дом. Потому что эта фигня, во-первых, она также будет звонить на вашу сигнализацию, если вне сядет батарейка, во-вторых, батарейка стоит конских денег, и, в-третьих, эта штука нафиг не нужна, если у вас есть объемник. Поэтому мы ее отправляем с вами тоже пока в корзину. У меня на стройке, кстати, целая поляна таких мертвых датчиков, которые я перестал заряжать и использовать, потому что они мне не понравились. Они не нужны, они по сути не нужны, если у вас напротив двери стоит датчик объема. Друзья, следующее, о чем я хочу поговорить с вами, это о дистанционной розетке. Вещь прикольная, и думаю, что она пригодится. Например, вы можете дистанционно, если вдруг у вас есть какие-то волнения о вашей стройке, вы можете просто позвонить на сигнализацию, набрав номер, который к ней подключен, и, набрав определенную комбинацию клавиш, эта розетка просто запитает прибор, какой-то потребитель, который у вас к ней будет подключен. Можно сделать это так. Датчик, который мне, кстати, друзья, нравится. Покупал я его не для того, чтобы он выполнял какие-то назначения своеобразные, а просто для того, чтобы была домашняя метеостанция. Вот сейчас у нас дома 24 влажности и 26,1 температура. Кстати, он показывает, сколько было тревог. Кстати, что прикольно, например, если у вас обычная температура от 24 до 28, допустим, в доме бывает, то можете поставить минималку, например, 20, максималку, например, 28 или 30. И когда эти пороги будут перевосходить, то эта штука даст сигнал на ваш блок, и он позвонит вам, скажет, что на таком-то канале происходит тревога. То есть, у вас, например, стало холодно или влажность поднялась. Прикольный датчик для того, чтобы вы могли просто понять, что у вас, например, котел отключился, или влажность, что у вас где-то трубу прорвало, например, и у вас влажность поднялась в комнате, и он сразу вам наберет. Вот. То есть, я считаю, что вот такой датчик, и, кстати, в нем, по-моему, да, по-моему, в него можно подключить питание внешнее. Я люблю все датчики, на которые можно запитать, которые можно запитать от сети. Потому что все, что не от сети, это все от дьявола. Так, друзья, следующий датчик у нас называется камера. Вещь клевая, и можно подключить их просто дофигища на всю квартиру, и я кайфую от этой камеры. Мне она очень нравится. Единственное, что печально, что для нее нужен интернет, и, например, настройки она не совсем подходит, но она реально прикольная. Ее мы сейчас с вами протестим. Кстати, я... Почему она вот в таком сейчас положении? Я сейчас в зале отключил, но у меня какая-то мания преследования появилась, и я, короче, начал поворачивать, когда она мне не нужна, я ее поворачиваю в стену, потому что думаю, что какой-нибудь упертый китаец сейчас сидит, наверное, и втыкает в телефоне на разные камеры и смотрит, как в России чувачки, наверное, отдыхают. Ну, дай бог, что этого не происходит, но на всякий случай я ее так в стенку поверну, и сам сижу спокойно в зале и кайфую от того, что меня никто не видит. Надеюсь. Кстати, интересно то, что эта камера умеет работать от объемника. Любой из объемников в моей квартире я могу подключить к ней, и в случае тревоги камера просто возьмет и позвонит. Здесь специальная программа называется UC. UC. Вот так она выглядит. Вот. В таком виде она сейчас подключилась. Вот написано зал, видите, в стенку она у меня светила, последнее включение она вот так у меня срабатывала. Сейчас надо громко сделать сразу на минимум, потому что она сейчас, наверное, начнет фонить. Вот. Мы сейчас подключаемся к ней. О! Она снимает наш холодильник. Но мы хотим, чтобы она показала нам нас, да? Мы так вот так с вами, вот так вращаем, 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 вращаем. Камера так, хоп, перешла на нас. Ну, интернет подтормаживает, поэтому давайте немножко поднимем нам в лицо. А, она не передает, знаете почему? То есть она передает все нормально, но проблема в том, что у меня кончился сегодня пакет нормального интернета, я подключил вторую симку. Сейчас я на Wi-Fi перейду, и все будет хорошо. Сейчас камера снимает прям меня в лицо. Сейчас она перейдет на телефонный режим. Вот мы уже на Wi-Fi с вами. Мы хотим, чтобы она показала нам нас, да? Круто. Wi-Fi подключился. Сейчас камера снимает прям меня в лицо, чтобы она показала нам нас. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, все, отрубаю. Так, друзья, ну что, вот сейчас меня онлайн видно. Немножко поднимем повыше, ну, а то мы как-то сидим. Так, так, да подождите, надо по красоте, да, вот так, чтобы по-нормальному. Я в дальней комнате, Wi-Fi здесь не совсем бодрый, но на самом деле очень классно работает, и мне это дико нравится. И управлять ей очень прикольно. Так, ладно, хорошо. Камера сейчас на нас смотрит это. Привет, камера. А, она, кстати, сама переключается, если вдруг наступает темнота, она сразу же переключается на ночную съемку. И, ну, короче, камеру я вам рекомендую. Камера клевая, камера обалденная. Я себе хочу поставить его на все комнаты, потому что мне это реально нравится. Поэтому камеру я сразу ставлю большой плюс, и считаю, что эту камеру нужно приобретать обязательно. Далее, друзья, так, это мы тоже оставим, да, потому что метеостанция, она тоже прикольная, она полезная. И последнее, это датчик объема. Так, парни, датчик объема прикольная штука. Минусы ее какие? Если не запитано питание, то он будет, каждый раз, когда садится батарейка, он будет вас лжеинформировать, что якобы тревога. Это косяк, это единственный косяк датчика объема. Все. В остальном он просто клевый. Я советую его приобрести. На сегодняшний день для своего дома вот эти три прибора, я считаю, просто нужны. Они классные. Я их советую вам взять. И, кстати, еще советую вам приобрести вот такие фиговинки. Если у вас стройка, в чем их плюс? Просто вы запитаете сам блок от нее, и в случае отключения электричества она вас не будет лжеинформировать, что какие-то проблемы. Лайфхак такой, друзья, когда вы будете записывать очень много различных параметров в эту сигнализацию, не поленитесь и сделайте себе блокнотик, в котором будет прописано, что, например, вот этот датчик записан на 96-м канале, и он находится, например, у вас в детской спальне. Вот этот, например, датчик я себе специально сделал. Это квартирный, у меня их 7 штук стоит в квартире. И вот я их подписал для того, чтобы просто так ходить, иногда на них смотреть и запоминать себе номера комнат, номера помещений, в которых у меня 4-комнатная квартира, но, тем не менее, есть коридор, есть туалет. Не знаю, зачем я сделал все 7, но пусть будет, ничего страшного. Но есть один косяк, друзья, сразу говорю. И я вам сейчас его даже могу показать. Вот видите, да, она сейчас работает, вот никаких у нее нет проблем. Во-первых, вы сейчас сразу заметили, какой момент, да, если ее вдруг захотел кто-то снять, то сигнализация, конечно же, сразу об этом оповестит и вам позвонит на телефон. Вот, но есть еще один момент. Так, сразу пока разобрал, покажу вам, что внутри есть. Смотрите, давайте, у меня нет с собой этой, как указки, поэтому я возьму удобное для себя средство. Вот этой кнопочкой включается и выключается объемник. Это время срабатывания 5 секунд, 5 минут, то есть, когда она подаст сигнал. 5 минут для чего сделано, например, если после прохождения объемника вам еще идти там в дальнюю комнату, чтобы сам блок отключить, допустим, да, такое тоже бывает. Поэтому сделано на 5 минут время срабатывания. Ну и включение LED, он, он, он или офф, это светодиод, поняли, да, чтобы он горел или не горел. Поначалу у меня дико бесил, когда идешь там ночью в туалет, он у тебя постоянно красный глаз загорается, я их отключил везде, и потом произошла такая проблема, тоже лайфхак, запишите, это лайфхак номер 2, да. У меня кончились батарейки на этих сигнализациях, и я об этом даже не узнал. Кстати, у нее есть еще вот такая штука, это для того, чтобы запитать на 5 вольт, ну, простой микро-USB. Всем советую, друзья, запитывать и подключаться к источнику питания, потому что тогда она у вас не будет косячить. Что такое косячить? Смотрите, вот сейчас я выдернул хорошие батарейки, они у меня вот они лежат, да, это были хорошие батарейки этой сигнализации, и покажу вам, когда я поставлю сюда плохие батарейки, которые у меня уже, ну, кончились, так скажем, да. Во-первых, сейчас я их воткну, они, наверное, сразу сработают. Вот, мы их ставим, да, и у нас сработка. Ну, мы ее отключаем, мы ее отключаем, и посмотрите момент. Сейчас, когда она опять сработает, я сейчас ее заставлю сработать, она вам покажет, что низкий заряд батарейки. Смотрите. Алло, все, вот у нас сработка. Зона низкой энергии. Так, ну все, отключись, и я выдерну из тебя батарейки, наконец-то. Все, 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 во-во-во, сразу, сразу позвонил мне телефон и сказал, что меня навестил слон. Так, ну что, то есть, вы поняли, да, что когда у вас сигнализация, когда у вас в объемнике или в любом из перечисленных датчиков начинает садиться батарейка, вам она будет сообщать об этом очень подло и не ко времени. Так вот, когда нас уворовали, я использовал нетрадиционные методы защиты, тогда у меня еще не было сигнализаций правильных, умных. Сделали мы просто, я сделал просто, и очень подло и отвратительно, и я себя за это ругаю, но никто не попался, слава богу. Я изготовил вот такие плашки, вьетнамские, вот такие, и устанавливал их на места спрыгивания с окон, где могли, теоретически. Появиться гости непрошенные. И так как основная у нас в то время хранилась все в подвале, все основное, я уложил это на ступеньки вот сюда и накрыл сверху просто, и просто небрежно бросил простыню, которая имитировала хлам. Ну, то есть, если бы были бы враги, они бы, конечно же, наступили на нее, прокололи ноги, а я бы благополучно, наверное, попал в тюрьму. Второй момент, я же этим не ограничился, у меня же была злость, я же хотел людей прям наказать. Это была вот такая тактическая граната, неплохо разрывается на осколки и поражает, ну, так просто пугает и поражает, конечно, да все, куда этот осколок и отлетит. Ну что, друзья, пришло время показать, как работает эта граната. В целях безопасности я на ведро поставлю нашу камеру, а вот здесь я поставлю гранату, и мы посмотрим, может быть, у нас не будет сейчас стекла, я не знаю, но это мы узнаем с вами позже. Как вы видели, да, как это работает? Вот такие мелкие кусочки. Разлетается. Вот сам взрыватель. Там внутри какая-то пружина у него. Вот. Это все повреждения. Вот они. Ну, я хочу сказать. Очень даже неплохо. Посмотрите, сколько вон в снегу клочков. Опасно, опасно. Поэтому никого не призываю использовать данный метод защиты. Хотя давайте я вам все-таки дам ссылку на эти вещи. Вдруг, вдруг захотите побаловаться. Кстати, прикольная штука, так побалдеть. Ну, собственно говоря, из подлых вещей были вот основные вот эти две. Потом я, конечно, благополучно... Они, может быть, пролежали там недели две-три, и я, конечно же, их убрал, потому что это было реально опасно. Так, бонус для тех, кто досмотрел до конца. Еще одно испытание. Гранаты. Более качественное, интересное. Кстати, по-моему, снял я его в 4К. Может быть, оно даже будет чуть покачественнее снято. Но, кстати, мне вот это больше понравилось. Ну, и главный момент, друзья, я хочу вам сказать, что в следующем видео будет ролик про возврат налога НДФЛ, налога с физических лиц. То есть тот самый налог, о котором немногие знают, но тот налог, на который имеет право каждый гражданин один раз в своей жизни. С 2 миллионов вы имеете право получить 13% от 260 тысяч. Как получить и как правильно подать на него документы, сейчас расскажет моя жена. Все, со всеми прощаюсь. Давайте, до свидания, друзья. И я был очень рад вас видеть. Пока. Ну, у нас есть еще одна граната. Давайте посмотрим, как работает она. Пиротехники, блин. Ну как, ребята, опасная вещь. В итоге, если вы спросите меня, все-таки стоит ли покупать данную SIGU, DRIG, я вам скажу, стоит.